привет друзья одна из основных тем который обсуждается сегодня в нашем обществе это рост цен цены растут практически на все уже началось ну конечно начинается все в общем-то цепная реакция начинается с роста цен на топливо после этого начинает дорожать все остальное и уже дошло до хлеба об этом говорят сейчас все об этом все пишут возмущаются в общем-то справедливо возмущаются потому что конечно население не нравится когда растут цены ну с другой стороны больше всех конечно возмущаются наши левые политики потому что подражание вообще это общемировая тенденция после пандемии и когда дорожая допустим в россии а там все тоже очень сильно подорожало включая топливо то конечно в этом виноват не путин там виноват кто угодно госдеп масоны американский президент но но не в молдове вот в молдове наши левые знают точность виновата лично моя санду и ее команда здесь как бы ответ ясен и очевиден но если серьезно то конечно да есть определенная вина и властей потому что до мировая тенденция да есть какие-то объективные предпосылки но ведь не обязательно просто наблюдать за этим со стороны давайте возьмем для примера рост цен на топливо цены растут во всем мире потому что я вам приведу пример что например 11 месяцев назад нефть марки бренд стоила 37 долларов за баррель сегодня нас стоит 73 доллара то есть выросла в два раза бензин не вырос два раза то есть допустим можете посмотреть статистику по разным странам германии выросла в зависимости от марки топлива от 25 процентов до до 32 33 процентов то есть примерно на одну треть у нас тоже где-то примерно так выросли цены может быть даже чуть меньше но тем не менее топливо дорожает народ недоволен и вы можете когда ну причем здесь власть власть так причем во всем мире дорожает и как бы все нормально нет на самом деле власть причем потому что в августе был принят закон об изменении в законе об анре и вот буквально каждый день у нас на заправках повышается цена это вот реально каждый день хотя бы на пару банус но обязательно вырастает цена это просто бред какой-то зачем это было сделано вот такой механизм путаются бизнесмены потому что они делают расчеты допустим отправляют в рейсы машины груза им надо знать цену хотя бы на неделю минимуму это все невозможно каждый день делать полный перерасчет нет нервничают люди когда у нас каждое утро начинается с новостей сегодня подражает топлива на заправках ну какой был смысл в этом законе то есть просто какое-то натуральное вредительство может быть они хотели как лучше но как говорил господин черномырдин получилось как всегда и хуже всего что они нам не объясняют то что они делают потому что может быть у них есть какая-то правильная мотивация какое-то правильное объяснение что это надо было сделать вот так и нам же обещали что все решения будут транспарентные и понятные но к сожалению в случае с этим вот с ростом цен на топливо мы не видим никакого понятного ясного объяснения почему изменили закон об анре почему не регулирует так как регулировались раньше регулируют по новым и кстати тогда мелькало в прессе что вот это изменение в законе делается для того чтобы цена вот так вот не скакала каждый день но на самом деле это продолжается и сегодня что тогда изменилось это остается какой-то странной загадкой я думаю что нас ждет еще один гораздо больший шок по поводу цены на газ и здесь опять-таки получается что власть само удалилась потому что что происходит вчера моя санду в интервью сообщил о том что правительство и президент не участвует переговорах о поставке газа из россии дескать это дело компании молдова газ ну да формально юридически все так но ведь что получается по факту молдова газ учредитель которого главный учредитель которой является газпром ведет переговоры с газпромом о поставке газа в молдову то есть газпром сам с собой ведет переговоры и в общем-то сам видимо придет к выводу какая цена его устроит больше всего для того чтобы поставлять молдову но мы понимаем что россия поставляет газ всегда по политической цене это всегда было ее дубинкой и может немножко прибавить немножко убавить если говорить чисто с точки зрения рыночных отношений то у них сегодня нет никакого повода для того, чтобы делать нам скидку. Потому что цена в Европе, можете посмотреть сегодняшние новости, уже перевалила за 700 долларов за 1000 кубометров газа. То есть цена взлетела просто в разы. И по идее Россия может нам, ну не по такой цене, но что-то вроде, как у нас, кстати, было, я помню, в конце 90-е, начало нулевых, мы платили что-то в районе 400, по-моему, 50-470 долларов за 1000 кубометров газа. То есть может быть примерно такая цена. Да, повторяю, экономически, рыночно у них нет никаких мотивов делать нам скидку. Но в принципе я считаю, что если бы правительство попыталось поторговаться, то скидку можно было получить. Потому что все-таки у Газпрома не так все в шоколаде, чтобы разбрасываться клиентами. И могли бы они все-таки сделать для нас небольшую скидку. Тем более, что мы небольшой рынок. И тем более здесь возникает другой вопрос. Ведь многие считали, что вот то, что происходит сейчас вокруг Приднестровья, что наши власти, вместо того, чтобы поддержать то, что делает Украина по запрету въезда в Украину преднестровских машин на преднестровских номерах, наши власти защищают Приднестровье. И многие эксперты говорили, наверное, они это делают для того, чтобы попросить скидку потом у Путина. Дескать, вот мы там подыграли вам немножко в Приднестровье, а дайте нам скидочку. Но нет. Санду выходит и говорит, что не собираемся мы торговаться и вообще не будем участвовать в этих переговорах. Пусть в обычном, как бы, рыночном порядке Молдова-Газ решает с Газпромом, устанавливает цену. Вот это все выглядит немножко странно. Опять-таки, может быть, есть какие-то переговоры, о которых мы не знаем. Условно говоря, там кто-то договорился о том, что, ну вот мы там в Приднестровье там сделали, как вам нравится, а вы нам дайте скидочку. Ну, просто говорить об этом публично не хотят, и, может быть, так и есть. Но мы-то опять-таки этого не знаем. И вот это или нехватка транспарентности, или что. То есть, все-таки, как-то вот, ну, ситуация не очень хорошая, согласитесь. То есть, я к чему это все говорю? К тому, что, да, есть объективные предпосылки для роста цен. Это, повторяю, это общемировая тенденция. После того, как просела мировая экономика во время пика пандемии, то сейчас пошел обратно рост. Рост экономики привел к тому, что выросло потребление горюче-смазочных материалов. Это, в свою очередь, потянуло за собой рост цен. И, в первую очередь, на ГСМ, а затем уже на все остальное. То есть, как бы, предпосылки есть. Но это же не значит, что наше правительство должно, как бы, вот, сидеть и констатировать. Ну, вот, да, это я могу себе позволить, как комментатор. Я сижу и говорю, вот, в мире выросли цены, и в Молдове выросли цены. Потому что я не могу никак влиять ни на то, ни на другое. Но наше правительство, наша власть может влиять хотя бы на то, что происходит внутри Молдовы. Да, понятно, у нас ни коммунизм, ни плановая экономика. Они не могут просто издать указ с завтрашнего дня понизить все цены. Это невозможно при рыночной экономике. Но какие-то методы регуляции по тому же топливу. Ведь есть же методики регулирования, установления плафона цен. Опять-таки, есть компенсации. Есть много механизмов рыночных, которые можно и нужно задействовать. И главное, об этом должно быть проинформировано общество, чтобы мы понимали, что они там делают. Потому что иначе они просто будут постоянно получать очень жесткую критику. И в итоге могут вообще лечь на дно подвалом и народной критики, и критики оппозиции. Тем более, заметьте, что все вот эти вот продадоновские СМИ, блогеры, влиятельные лидеры общественного мнения из Фейсбука в августе, когда партия социалистов, коммунистов пролетела на выборах, видимо, либо вообще прекратили финансирование, либо снизили, либо они не знали, будет оно или не будет. То есть очень многие из них полностью затихли. Не было новых видосиков, не было жестких комментариев, не было критики. То есть тишина и покой. Несколько недель мы жили в чистом информационном пространстве. Но, судя по всему, в первых числах сентября завезли им новые кульки, конвертики и так далее. И я смотрю, что пошла опять новая волна критика от тех же персонажей. То есть это будет означать то, что власть получит сильную дозу критики. Как она будет на это реагировать? Просто будет говорить, что мы ничего не можем сделать, у нас нет никаких инструментов. Значит, тогда они заслуживают эту критику. Если они одумаются и начнут как-то реагировать и применять нормальные рыночные механизмы для того, чтобы спасать страну, значит, тогда от критики можно будет отбиться. Будем с вами вместе наблюдать за этим. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого роста цен. Справится ли с ним действующая власть? И, может быть, у вас есть какие-то рецепты, как лучше всего действовать в этой ситуации? Обсудим в комментариях. Всего вам доброго. Пока.